Стоящего человека-паука заметили в Дагестане во время пожара в жилом доме. Десятки очевидцев увидели, как прямо по стенам здания, в направлении окна девятого этажа, из которого вырывалось пламя, ползет человек и пропадает в клубах густого дыма. Как позже выяснится, другого шанса спасти свою семью у него просто не было. С кавказским супергероем встретился Мурат Магомедов. От этих кадров дух захватывает. Мужчина ложится на козырек балкона девятого этажа, практически над пропастью, и просит передать ему ребенка, пока огонь и ядовитый дым не добрались до квартиры. Перепуганная женщина боится за жизнь малыша и наотрез отказывается. Тогда Али Салихилов, словно человек-паук, сам лезет вниз, рискуя, без страховки. В считанные секунды он спасает сначала мальчика, а затем и его маму. Вниз даже просто смотреть страшно, 40 метров над землей. Али рисковал своей жизнью ради самых близких, супруги и ребенка. Они также стояли на балконе. В тот миг они молили о помощи. Пожар вспыхнул на седьмом этаже, в помещении, которое жильцы дома использовали как кладовку. Загорелись автомобильные покрышки и банки с краской. Едким дымом почти сразу заволокло все верхние этажи. И только семья Салихилова не успела спуститься на улицу. Женщина с пятимесячным ребенком на руках оказалась в западне с каждой минутой, все больше задыхаясь. Времени на раздумья у главы семьи не было. Когда я отсюда зашел, я оттуда смотрел, жену тут не увидел. Столько дыма, я подошел поближе, она уже тут лежала, сознание потеряла. И ребенок где-то на полу валяется, плачет здесь. Мать до последнего держала сына в окне, чтобы он не отравился дымом. Сама при этом получила почти критическую дозу угарного газа. Сразу после спасения девушку и ребенка увезли в больницу. Ну, ребенок тоже после этого, у него шоковое состояние. Он плакал, орал, потом себя проходил, орал, себя проходил. Ну, такое состояние было. В общем, не описать этот момент очень сложно. Али в городе теперь настоящий герой. Даже профессиональные спасатели удивляются, как он, стоя на парапете балкона, ни за что не держась, за какие-то секунды вытащил свою семью из-за ловушки. Смелости у него хватило, да, на самом деле. Без спасательных устройств, без спасательных инструментов и всего остального он эвакуировал, свою семью. Это героический поступок. Я сто процентов был готов. Хоть умру, я хотел просто их вывезти оттуда и все. Почему? Потому что она моя жена и мой ребенок. Я должен отвечать за них всегда. Эти кадры до сих пор пересматривают все, кроме тещи-героя. Ей тяжело не то что смотреть, даже вспоминать эту страшную историю. Закрывает глаза, а перед ней горящий дом с тем самым балконом. Это ребенок, как кошка же, Мишка берет, вот так он поднес. А когда ее поднимают, я не смотрел, я не могла, глаза загрел. Я говорю, муж, убери, не показывай, мне плохо стало. В том, что Али человек уникальный, его теща может даже не сомневаться. Теперь и документ есть. В качестве благодарности за подвиг власти Кизил-Юрта выдали герою почетную грамоту и ценный подарок. Мурат Магомедов, Рамзан Рашидов, Патимат Гусейнова и Заур Магомедов. Известия специально для РЕН-ТВ.